Всем привет! Змею я здесь, друзья мои! Поставить цветочки! Путешественница! Решили выпить кофейку! Ну как у нас проходит праздник? Над отношениями в семье нужно работать! До встречи! Одела старые очки! Чёрные посмотрела, что мне сюда не подойдут! Вот, и они, знаете, пока как-то так для меня не такие ценные, что я решила их одеть куда-нибудь на выход, да? Ну, не в такой ситуации! Так, хотя для себя жалеть никогда не надо! Друзья мои, видишь, я разделась, хочу принять загар! Вот такой кафе классный! Я так давно не ходила в эту сторону! То есть я ходила и возвращалась, ходила и возвращалась! А сейчас у меня планы пойти до Марины! Я сегодня решила посвятить себе! Почему? Потому что хотела с вами поговорить! На душе так тяжело! Я не знаю, что делать! Да, хотела поговорить с вами! Примите вы это или нет! Это ваше право! Подскажете или не подскажете, что делать, не знаю! У нас с мужем началась какая-то такая полоса непонятная, но не чёрная из-за сигарет! И это очень сильно обострилось! Мы даже с ним просто перестали общаться так, как раньше! Почему? Потому что он говорит всё время БОБЫБОБЫБЫБОБЫБЫБЫ БУХЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ça Web Мне нужно возвращаться курить, чтобы я была такой же прежней, не обращала внимания. Вы знаете, как тяжело жить с мужчиной, оказывается, который курит, да, и не понимает, что он делает другим зарар, вред. Вы знаете, еще что хотела сказать? Вот вы мне многие сказали, как ты разрешаешь ему курить, а кто спрашивает? Он женился на мне в 45 лет, когда у него уже состоявшиеся правила, и жизнь его, никто не пишет ему правила, он не соблюдает никаких правил, он живет, как его душа хочет. Поэтому, мои дорогие, я не думаю, что делать, потому что это невозможно. С другой стороны, я очень не хочу, но у нас на этой почве постоянно что-то происходит. Даже когда он покурит, придет, поцелует, я говорю, ой, мне какое-то раздражение идет, я не знаю, что со мной происходит. Друзья мои, помогите мне, что мне делать, я не знаю. Он бросать не собирается, так что, не знаю, вот такой вопрос у меня к вам. Всем привет, мои дорогие друзья! Начинается новое видео. Вы находитесь на канале Светлана Ата. А, это блог из Мерсина, из Турции. Я уже на своем канале 6 лет показываю вам, 6-й год показываю вам о красоте Мерсина, о моих отношениях, о моей жизни с турецким мужем, о моих внуках, о моем бизнесе. О том, как я здесь адаптировалась, чем и занимаюсь, как я трансформировалась. О моих морщиночках любимых, о моем похудении, о моих разных новшествах, в которых некоторых приводят бешенство. А я не стою на месте, мои дорогие друзья. Я люблю двигаться вперед, такой по себе человек. Нашла новый круг общения. У меня огромная команда. 50 активных, а еще, еще, надо посчитать, каких неактивных инвесторов. Так что, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в мою семью, добро пожаловать в мою команду инвесторов. Я научу вас, как можно накопить себе на хорошую жизнь. С помощью криптоактивов, с помощью виртуальной недвижимости, с помощью ценных бумаг. Море такое грязнючее. Смотрите, весь мой сам сегодня выбрасывает на набережную. Так что, присоединяйтесь к моему каналу, ставьте лайки, пишите комментарии. А мое утро начинается с прогулки по набережной. Посмотрим, что там дальше. Хочу йогу сделать, река, пойти книжку почитать. Развернусь, я никак не могу дать, что у меня такая какая-то идет, непонятно что. Сколько времени. Но сейчас опять вернулась к чтению. А тут деточки, смотрите, как играют, спортом занимаются. Там у меня бумажки сидят. Красивая клумба, да? Ветерок прохладенький, а пахнут как они. Не пахнут, но чуть-чуть есть, а может быть. Я решила попить водички и пойти дальше. У меня же не было плана. Идти до Марины. Потом все это спонтанно, все происходит. Как в жизни вообще не предсказуемо. Я думала, я там сяду, йогу поделаю. Потом что-то захотелось походить. Своими мыслями собраться принять какое-то решение, что мне делать дальше. Что мне делать дальше? Вот я не думала, что... Я так, в принципе, всегда знала, что, наверное, надо отпустить эту ситуацию. Точно. Потому что я всегда знала, что у нас будет проблема. Я даже думала, что такое вплоть до развода. Вы понимаете? Из-за сигарет. Потому что это очень сложно. Что со мной сейчас происходит? Меня раздражает этот запах. И я так категорично отношусь к этому. Да его это бесит, что я постоянно его пикаю. Так он выходит на балкон. Ну, а балкон, эта дверь, эта открыт, и все внутрь заходит. Вот и здесь это то же самое. Когда говорю, дай сигарету, и начинается. Нет. Вот такие дела, друзья мои. Будем надеяться, что он, Бог и Вселенная, мне подскажет выход. Такой ветер меня сдувает. И не из-за меня трясения, не понятно. Так, ну что, мои дорогие. Света сказала, Света сделала. Сейчас слушаю 60 законов денег, у меня на курсе. И 43 закон, это говорит о том, что когда ты даешь какое-то обещание, нужно обязательно выполнять в отношении денег. Знаете почему? Потому что, допустим, друзья мои, если вам позвонила подруга и попросила помочь ее финансово, и вы сказали да, и вдруг в течение нескольких дней я тебе помогу, одолжу эту сумму, в течение нескольких дней у вас поменялось решение, и вы так тихо-тихо ушли, вы потеряете все равно эти деньги. Вот такой закон. И вообще, что говорите, нужно все исполнять. А я пошла гулять. Я так давно не была здесь, наверное, мне кажется, год. Зашла в твист, смотрю, босолашки 3600. Такие интересные, да? Так, а эти? У меня туфли такие оранжевые для твиста. Красивый, да? Такой костюмчик. Платьица вот такой. Сколько стоит? Давайте посмотрим. 3000. Вот такие цены. Зашла я в твист. Вот такое платье стоит 3600. Видите, мои дорогие? Нам вот эти босоложки мне так понравились. Они при чем-то. Вот такие цены сейчас. Вот такие цены. Пошить можно. Но с этим возиться надо все. Интересная платьица с подкладкой. Видите, какие-то неординарные вот вещи? С раскрытыми боками 3000. А эти какие босоложки. Красивые. Какую цены? Цена не указана. Красивая. Вот такие ремни. Такая милая сумочка. С стоимостью 1600. Несут. Шерелья разные. Смотрим, девочки. Спортивная. Спортивный отдел. Очень интересный. Цвист такой молодежный. Видите? Коротенькие курточки, кофточки и для стройненьких девочек. Видите? Листик. Вот. Такие яркие заколки. Ой, как же здесь красиво. Сейчас зашла в этот магазин Хотич. Итальянская кожа. Сумки у меня все в Хотиче. Сумка минимум маленькая-маленькая. 2000. Вот как у меня есть оранжевая. Другой дизайн. 2000 стоит. Минимум и то со скидками. 50 процентов. Да, сейчас. Ой, друзья мои, так классно. Мне так нравится. Смотрите. Как я давно здесь не была. Я сегодня взяла и пришла. Какая красота. Какая красота. Такие у тебя храняются. Смотрите на эти красивые яхлочки. А грязь какая. Смотрите, какая красота. Берем загар прямой и пойду назад. Хочу зайти в маркет. Посмотреть здесь кое-что. Муку себе. Знаете, какую хочу? Миндальную. Вот. Пришла в маркет. Посмотрю. Какой красотой я попала. Вы видите? Марина. Марина. Вода грязная. Конечно, здесь отходы. И рыбки плавают. Видите? Рыбки плавают. Вот эта пластик из кода пришел. Сейчас чистят, я видела. Такая здесь красотища. Светлана здесь год не было. Я здесь не была год. Позор. Сегодня у меня такой прекрасный день. День Венеры. Я себя люблю. Любимая моя Светочка. Мне нужно идти. Мне нужно. Я хочу позойти сюда в этот маркет. Здесь маркет. Много чего интересного есть. Так что я потом вам расскажу, что я купила. Впервые в этом я в макроцентре. Такой огромный. Печень-трески есть здесь случайно? Нет. Конечно, нет. Какой интересный здесь набор продуктов. Какие-то особенные. Какие-то чипсы. Что это такое? Например, вот это. Мне очень интересно. Мне нужна мука. Мусли. Смотрите, какие разные-разные. Ого! Как интересно, друзья мои. Глаза разбежались. Все посмотреть, это столько времени надо. Как здесь чистенько пахнет. Вот соль. Смотрите. Денис тут. Вот Денис тут. Смотрите. Денис тут. И такая туз. Как интересно. Наш на полку с ОМОНом. Смотрите. Красной икрой. Красной икропачок. Здесь цена что-то не написана. на 700, что ли? А вот с ОМОН такой. Роллы суши. Нарезка 500. О, боже. Цены офигеть. Офигеть цены. Такие сосиски разных видов. Пока не нашла то, что искала. О, сосиски. Видите? Тут, говорят, и свинину тоже можно найти. Вот. Все есть. А вот это что такое? Вот это. Какие-то листки. Алтым челек. Золотые листки. Тоже какой-то фрукт. Побольше. А это что? А, это кокос. О, как красиво. 39 лировая штука. Ой, это что такое? Что-то такие. Как интересно. Какие-то фрукты. Непонятные, да? Эксклюзивные. Это, наверное, ананас. Такой маркет классный. Купила я сегодня кокосовую муку. Она как пахнет приятно. 150 лир стоит. Сколько грамм здесь? 250. Где написано 250? 250 грамм. И сначала у меня была идея замесить оладушки. Начала месить. Йогурт использовала последний. Но много йогурта. Яйцо, йогурт, разрыхлитель. Добавила сюда вот эти кунжутные семечки. Потом смотрю, у меня творог есть в холодильнике. Помешала творог. Думаю, сделаю такие, как творожники. Потом смотрю, тесто такое, да? Крутое. И у меня сейчас дела. Думаю, пускай постоится чуть-чуть. Еще я сегодня вот отварила мясные косточки. Килограмм моих. Хашламу буду делать. И сегодня очень много гуляла. Я посвятила время себе. Пришла домой. Мужа не дома. Поэтому я решила заняться сейчас. Срочное дело у меня появилось. И вместо оладушек решила испечь хлеб. Добавила туда моцареллы. Добавила туда льняных семечек. Кунжутных. Вот это льняные сверху. Кунжутные. И сейчас это поставлю в духовку. Видите, оно какое такое. Посмотрим, как действует эта мука. Взяла одну пачку на пробу посмотреть. А потом уже все остальное, да? Хочется тоже хлеба, друзья мои. Вообще в планах было сегодня салат. Салат есть. С мясом. Но с маслицем хочется. Ох, 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 покушать. Моцарелла внутри. Такая красота у меня получилась. Я даже чуть-чуть отковыряла. Попробовать. Тут и сыр. И творог. И курочка такая красивая. Такой мягенький. Сейчас порежу, покажу вам. Как я хочу его пробовать. Вместе с вами будем резать. Сегодня у меня на обед не так уж много чего. И решила салат. Сыра здесь очень... Здесь, знаете, она очень калорийная. Почему? Я сейчас вам объясню. Вот так режем. Вот этот кусочек уже, раз я начала его. Она напоминает мне пасочку. Смотрите, что я придумала. С кокосовой мукой. Такой аромат идет. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Ой. Рассыпчатая такая. Красавица. Как я вам показать. Во. Смотрите, какая она вкусная. Вкусная. Это точно вкусная. Так прям хочется ее отломать. Она вся раскрошилась. Как Пасха. Пахнет обалденно. Пасхой. Приятного мне аппетита. Друзья мои, смотрите, какой красивый у нас борт. Торговый наш борт, который будет приносить нам прибыль. И возможность заработать нашей метавселенной. Какая красота. Сколько денег тратит компания, наша дорогая, прелестная компания. Доброй ночи. Вы видите, с этой стороны у нас есть свет. А этот район у нас отключился. Такого у нас давно не было. Вот, мои дорогие. И что Светлана будет делать? Сейчас уже, как мы получили свет. Пойду-ка я лягу спать. Начало первого. Первый и так рано я ложусь. А что делать? Делать нечего. Так что, мои дорогие. Спокойной ночи. Сладких снов мне. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.